Я, например, в активном поиске. Это... Ребятки, я вот даже само воспоминание об этих ощущениях для меня... Это космос. Реальность потеряла значение, и я вообще не ощущала, где вверх, где вниз, где пространство. Всем привет, это Таня Матаня на канале Позитивные идеи. Мне 42 года, я с гордостью говорю свой возраст, и считаю, что женский возраст – самое лучшее время, самый лучший период, и нужно ловить моменты, наслаждаться тем, что у тебя есть, получать удовольствие от жизни. Очень много уже проверила на себе и испытала, и точно знаешь в этом возрасте, что ты хочешь, и что приносит тебе удовольствие, и что прибавляет тебе красоту и здоровье. Женский организм – очень сложный баланс, который нужно соблюдать всю свою жизнь для того, чтобы сохранить красоту, молодость, и, главное, энергию. А женская энергия – это наша сила. В молодости кажется, что энергии больше. На самом деле это не так, просто это энергия, которая из тебя прёт, которая уходит во внешний мир, и ты не можешь правильно её расходовать. А сейчас ты уже знаешь, как её аккумулировать, как собрать, как отдавать столько, сколько ты считаешь нужным, и как брать энергию столько, сколько нужно. Большинство женщин получает оргазм где-то после 30. Самый главный миф молодости – это секс, что нужно всё попробовать, что оргазм – это самое лучшее, самое необходимое, и то, к чему нужно стремиться. Природа устроила так, что многие женщины, и есть официальные статистики, исследования, которые доказывают, что оргазм женщины достигает истины, настоящей, уже в зрелом возрасте. Почему же так распорядилась природа? Казалось бы, молодая, энергичная, красивая должна получать по максимуму от жизни, а нет, чем взрослее, тем больше, тем глубже удовольствие, которое получает женщина. Природа ничего случайно не придумает. Когда мы молоды, у нас есть возможность тратить энергию внешне, мы активны, наше здоровье позволяет нам много двигаться. Основа нашей жизни – это движение не только внешнее, но и внутреннее. Когда мы занимаемся спортом, мы активно в чём-то участвуем, в нашем организме вот так вот всё бурлит, все процессы бурлят, бурлят. И эта бурлящая энергия, она нам достаточно. Когда мы становимся чуть старше, мы становимся степеннее. Эта степенность, эта женственность, которую мы приобретаем, она немножко уменьшает ритм нашей жизни. И уменьшая ритм нашей жизни, мы меньше бегаем, мы меньше двигаемся, меньше проявляем активность. И вот внутренняя наша система тоже начинает работать медленнее. И это происходит во все времена со всеми женщинами. И для того, чтобы внутренние процессы проходили быстрее, природа нас одарила тем, что именно в этот момент мы начинаем стремиться к большему удовольствию, потому что начинаем получать и уметь получать удовольствие. И природа нам включает механизмы, которые нам помогают более глубоко получать это удовольствие. Сейчас очень много рассказывают про лимфосистему, про лимфодренаж, что наша система, она должна быть активной. Конечно, в молодости мы много двигаемся, у нас происходят обменные процессы быстрее, а сейчас они медленнее. И поэтому нашу внутреннюю систему нужно раскачивать. Что нам сейчас предлагают, какие способы для того, чтобы раскачивать систему? Это всевозможные лимфодренажи, массажи. То есть мы внешне постоянно себя массируем, что-то себе втираем, что-то делаем. И внешне мы пытаемся разогнать эту систему. Это очень хорошо. И я делала, насколько действительно это эффективно, когда начинаешь делать небольшие массажи для своего личика, для своего тела, состои, лимфы убираются. Но это такая маленькая доля того, что мы можем с собой делать. Один из основных природных механизмов – это секс. Потому что это огромная энергия, которая внутри нашего организма запускает все процессы, и мы прогоняем. И этот механизм дан самой природе. Но есть ещё очень эффективный механизм – это баня. Наша русская баня. И до этого года для меня это не было естественным и очевидным. Благодаря Леночке, которая запустила проект «Счастье парить». Не париться, а парить. Потому что она получает невероятную энергию от того, что даёт эту энергию другим. То, что она заряжает эту энергию. И я частичку этой энергии получила. И она меня настолько переполняет, что я решила, Леночка, я обязательно расскажу про тебя. И я бы очень хотела, чтобы ты меня парила чаще и жила здесь рядом. Но, к сожалению, для меня она это делает только в Саратове. И жители Саратова, какое счастье, что у вас есть настолько профессиональный парщик, который помогает полностью погрузиться в совершенно другой мир. Тем более камера была не включена. Так, это чемпионка по-банному искусству. Баня СПА. Баня СПА. Третье место у тебя? Третье место. Бронзер. По России. В общем, кто живёт в Саратове? Это счастливая обладательница. Посмотрите на эту девушку. Она вас так может отпарить. Как могут отпарить только чемпионы. Чемпионы. А потом ещё делать СПА-боссердюбово. Я иду, а тут такие разговоры страшные. Пот, он более ядовитый, чем моча. И люди об этом серьезно говорят. Я хожу вообще. То есть здесь собрались только профессионалы. Мне кажется, в Саратове вообще никого нет. Я кажется, он занял второй месяц. Да? Тоже Саратов? Конечно. Саратовская команда. Dream Team. Класс. У нас мощнейшая лекарь СПА рулит. Вот так. Ты меня попаришь? Конечно. Нет, меня будут парить. И всё, ладно. Я, как русский человек, прекрасно знала, что такое баня. Но оказывается, вот дожив до своих 42 лет, только теперь я узнала, что я ничего не знала про баню. И что я совершенно неправильно парилась всю жизнь. я знала, что это здоровье. Я шла в баню, хлистала себя, что есть мочи. Муж меня хлистал там, да, вот веничками. Часто я чувствовала дискомфорт в бане. При этом я приписывала тому, что, ну, это так и должно быть. Но сам поход в баню для меня было достаточно, что вот я сходила в баню, всё, значит, я уже оздоровилась. На самом деле, я не всю жизнь неправильно парилась. И неправильно ходила в баню. И когда в этом году я получила вот эти ощущения, я хочу с вами поделиться. Причём, Леночка уже занимается вот этим своим делом, своим увлечением несколько лет. И я наблюдала, у неё есть инстаграм-профиль, посвящённый этому. Наблюдала за ней, как она здесь поездила, там поездила. И всё время она вот что-то руками берёт эти веники, вот так вот их что-то крутит, что-то верстит. И когда я визуально это смотрела, мне казалось, что это какой-то, как шоу вот это вот с вениками. Просто, когда ты на это смотришь, ты не ощущаешь. И пока ты сам не ощутишь правильное парение, ты не можешь понять, что это такое. теперь я могу говорить. Волшебные движения, разгоняющие пар. Я раньше думала, это шаманство, а это на самом деле пара. мужик в Италии тоже подошёл русскоговорящий и говорит, а я думаю, зачем вы вот это всё время делаете? Я думаю, что ну просто, ну красиво, по-моему. Нет, это не для красоты. А тут до меня дошло, вы веники греете. Веники и пар спускают. Пар спускаем и веники греем. Класс. И вот это вот, ой. Я так вот ногу подсуну, чтобы мне тоже досталось. Теперь, когда я у неё попарилась, то вот эти вот движения вениками, я вспоминаю те ощущения тела, которые моё чувствовала, то это сравнимо только с физической близостью с любимым человеком. Вот то очищение, то удовольствие, тот космос, который я ощутила, это две сопоставимые вещи. Это только нужно почувствовать. И когда я вот теперь смотрю, для меня эти воспоминания, я думаю, господи, где же найти так близко, чтобы вот здесь тоже я могла именно так париться. Оказывается, парение, почему говорят с лёгким паром, что оно именно слегка. Они вот этими движениями своих веников нагоняют пар. Они разогревают. Весь пар уходит наверх. Они его спускают. Разогревают веники. Потом пар захватывают и кладут реально пар на тебя лёгким нежным движением. Распределяют. И последовательно всё это делают. Дальше я узнала, что, оказывается, я выходила всегда с холодными ногами, потому что в любой бане, в которой русская я парилась, я сверху парюсь, у меня всегда были холодные ноги. От этого у меня потом после бани болела голова. То есть, я неправильно парилась. Оказывается, нужно начинать своё парение с ног. Ножки согрелись? Нет. Ещё хотят. Ага. Что ноги должны разогреть? Более того, если пропарил ноги, вот дома мы тоже, когда себя оздоравливаем, есть такие процедуры, которые парят ноги. Если мы пропарим ноги в бане, то, в принципе, мы уже и попарились. А остальное, это уже цель его уже несколько другая. Это было для меня открытием. И действительно, когда мне пропарили ножки, а делает это она волшебно, она тоже не хлещет, нагоняет пар, потом ноги вверх под определённым углом размещает. Это, конечно, волшебно. Дальше. Я никогда... Я всегда резко вставала с полу. Вот резко. То есть попарила, хоп, и скачала. Оказывается, вот после правильного парения нужно вот правильно встать. И хороший парильщик, он помогает вставать. Так, мастер-класс, как подниматься? На бочок. Никаких прессов, ни в коем случае. На бочок. И мастер берёт и закручивает. То есть, и мастер не устает. И у него такая голова какая-то самая. Знаешь, у машинок такие игрушки есть, она так болтает. Я всё это узнала благодаря тому, что вот она приезжала на фестиваль, она заняла третье место. То есть, она одна из лучших парильщиц в России. И это действительно, вот, то есть, в своей категории это действительно волшебство. И благодаря тому, что она вот являлась чемпионом, то нам разрешили попариться в банях. И я на себе протестировала совсем другой род бань. Одна из бань, которая меня поразила, это баня Маслова. Вот, влоги я делала, посмотрите, прямо внизу оставлю в описании. Это какой-то космический аппарат. Я зашла и хожу, говорю, а где топка? А где топка? Где топка? Оказывается, всё настолько сделано по высоким технологиям, и эти бани можно устанавливать внутри квартиры, что топка не нужна, что оказывается, пар может выходить из небольшого устройства. Потолок тут греет. А я не пойму, думаю, что мне сверху греет. Прикольно. То есть, вот поддаёте, а поэтому, то есть, здесь нету каменки, вот этой вот, которая обычно... А вот та, которая греет пар, это вот эта вот маленькая фитюлечка. Вот эта маленькая греет пар. Это красотулечка, тоже можно отделать. Я бы не догадалась, что это, ну... Примерно хотел... Три килограмма. А я видела инфракрасные какие-то это вот, это, что в квартиру. Они отличаются? Инфракрасные, да, отличаются. Это вот как раз Виктор сейчас расскажет, почему инфракрасные. Там нагреватели где стоят? На потолках. Инфракрасные в стенах стоят? Не на потолке? А я думаю, на потолке. А вы как видели, вот фотографии есть, вот одно, откройте. вы видите, такие вот снизу, вот там, панели. Сзади вот там такие решетки. А за ними грили, тены, темного свечения. Температура у них 500 градусов. Это жесткое тепло. Это старит кожу. Это приводит преждевременную старение кожи. Это жесткое тепло. Все печники стараются защититься от этих труб, Слишком сильные, да? С жесткого-жесткого излучения. Вот там, на сильном, вот там даже от докрасного коленя не светится бывает. А даже темное свечение, когда она еще не светится, но это очень жесткое излучение. И на нем можно поднести и шашлык жарить. А еще есть болезнь стеклодумов, знаете, профессиональная. Да, они вдыхают. Вдыхают, они вот льют, а стекло температура имеет 400-500 градусов, и у них катаракта. Потому что это излучение жесткое, даже хрусталик повреждает. Понятно. Считайте, про вред. А здесь как его получается? Здесь какое? Здесь мягкое излучение, заходить сюда. Да я уже в институт зашла. Заходили, да? Ну, потолки вот так. То есть здесь прям с потолка. Здесь есть место, где пожарить шашлык? Нет, здесь все так равномерно. Вообще, да, это нужно зайти, чтобы понять разницу. вот даже сюда. И здесь не сухо, не пересушено. Чтобы здесь пожарить шашлык, вы никогда не пожарите. Вот посмотрите, на вас не обезжает. А что это вот за отделка такая? Это бамбук. Бамбуком обделали? Слюхин. Да, видите, вот автор этой бани уникальной, просто, ни каменка не нужна. Вот. Все, работают профессионалы. Как это? Масловская, да, тоже бани? Маслова. Маслова. Виктор Маслов, собственно, я поняла, с которым я разговаривала. Маслов, разработчик, создатель и, ну, изобретатель. То есть, он ее придумал, принцип русской печи. и все, что нагрев в виде топки, он может неравномерно распределяться внутри бани. И баня, она подогревается со стены, с потолка, и они горячие, и все это, и весь нагрев спрятан, нет резкого нагрева. Я поменяла свое отношение к инфракрасной бане, потому что я всегда думала, что когда у меня будет большая квартира, я себе поставлю именно инфракрасную. Ничего подобного. Теперь я поняла, что они пересушивают, что они нарушают здоровье, что они неравномерно распределяют, а именно вот этот вид бань, я в ней побывала, я действительно, у меня есть с чем сравнить. Это какой-то космос. Много видов разных бань. Я, например, была в шоке, что топку можно сделать снаружи. И вот эти вот бани-бочки, которые я смотрела, все во влогах, посмотрите, пожалуйста. Я была удивлена баням-палатки. И эту палатку как раз Леночка купила себе, потому что она совсем вообще не мыслит свою жизнь без бани. И на отдых вот эту мобильную баню, мобильную, вот это вот, мобильный специальный котел, который нужно с собой возить, они тоже купили. Питерские ребята, вот они действительно питерские, прям по своему виду, по неформальному отношению к жизни, вот они этими баньками занимаются. И мы благодаря этому на отдыхе парились. Вы посмотрите мои влоги, это не... У нас тут банька, пыхтик. Вообще. Нет, девчонки, подождите, давайте я Таню попарю, мы сейчас здесь не поместимся все. И самый главный момент, вы не представляете. Я никогда не ощущала, вот когда у меня было ощущение, что я внутри космоса, реальность потеряла значение, и я вообще не ощущала, где вера, где низ, где пространство. То есть после того, как она меня распарила, она мне сделала волшебную процедуру, мы же были на реке, и мы могли погружаться. То есть такие вот процедуры, возможно, только там. Она меня вывела, я закрыла глаза, и она меня вот просто положила. И сделала вот это вот, это особая такая техника, и она меня как бы, я плыла по реке, то есть она меня держала особым образом. И вот когда ты лежишь на поверхности реки, то есть я реально не могла понять, где вверх, где низ. То есть я внутри себя была в космосе. И когда она меня возвращала обратно, она сказала, так, всё, чуть-чуть, максимум 15 минут держит в таком состоянии, но я тебя подержу там вот немного, потому что первый раз, потому что, ну, в общем, были свои такие. И когда она меня возвратила, я реально не понимала, где земля, где небо. И такого расслабления, такого уровня расслабления я не получала ни от чего, и никогда, и нигде. видите, это... Ребятки, я вот даже само воспоминание об этих ощущениях для меня — это космос. Вот, вот. То есть я после этого, моё сознание поменялось. Вы знаете, я до сих пор нахожусь в каком-то расслабленном состоянии до сих пор. То есть вот она настолько сняла с меня много напряжения, что для меня было. И, возможно, благодаря этому у меня сейчас очень сложный период, когда ребёнок пошёл в первый класс. Мама первоклассника меня только поймут. И я до сих пор нахожусь вот в этом состоянии и вспоминая вот это вот расслабление, я до сих пор нахожусь вот в этом состоянии расслабления. Это космос. И я, опять же, останавливаюсь на том, что когда ты сам не ощутишь, ты не можешь вот это понять. И я надеюсь, что через свой рассказ я вот эти ощущения свои передала. Ещё ощущение, которое я хотела вам передать, это от наблюдения за профессионалами. То есть когда я была на этом банном фестивале, я сняла видео, называется «Парильщик Бог». Вот по-другому я не скажу. Потому что я увидела несколько соревнований, как парят. То есть, ну, по-разному. Во-первых, Леночку я тоже видела. Это особая категория. Но я, кстати, не знаю, какое место он занял. Я не знаю там соревнований. Но когда вот этот человек вышел парить, посмотрите обязательно, я прям ссылочка внизу, я за его выступлением так вот смотрела, наблюдала вообще. И я причём до этого снимала другие выступления, думаю, во влоги вставлю. То я их даже не вставляла, потому что после того впечатления на это меня уже, знаете, не впечатляет. Чё тут вставлять-то? И я прям отдельным видео это сделала. То есть, сначала, во-первых, там была история про Грецию, про золотое руно. Он там сделал вступление в греческом наряде. И когда он начал вот это вот парить, вот каждое его движение, каждое, как он проходит, это что-то. То есть, даже наблюдать. Ещё меня, кстати, поразило, почему можно наблюдать за этим выступлением. То есть, есть бани со стеклом. И если вы где-то на даче будете делать себе бани, я понимаю, что хочется экономить, но реально париться и смотреть на улицу, это кайфы. И когда кто-то парится, то есть, если у вас закрытый там двор, то тоже это классно смотреть, понимаете? Это такое шоу, это такая красота, это красота движений, это эстетическое наслаждение наблюдать за... Поэтому, вот сходить на такой фестиваль, там можно записываться на мастер-классы, что вас кто-то попарит. Это действительно очень интересно. Но с моей точки зрения, что я была внутри этого, потому что меня парил чемпион на этом моменте, я получила нечто. Потому что те банные пространства, которые были открыты, они были переполнены. То есть, ну, там можно попариться, но реально ты заходишь и переполнены. Там стояли специальные бочки, в которых можно погрузиться с горячей водой, с ледяной водой, то есть, можно и в горячем чане было посидеть, и в холодном. И люди с детьми были, и несмотря на то, что была там плохая погода, все равно было очень интересно. Поэтому, ребятушки мои, для чего я все это снимаю? Для того, чтобы вот вы задумывались. Я после этого начала в YouTube искать разные виды видео про бани, как правильно париться, как делать. И теперь я настолько загорелась, чтобы у меня появилась своя баня, чтобы в ней правильно париться и найти. Я теперь не могу идти в сауну. Вы знаете, у меня отторжение. То есть, я раньше с удовольствием могла там снять сауну. Я хочу именно русскую баню. Я хочу именно такого парильщика, который вот именно это сделает. Поэтому жители Саратова, я внизу оставлю Леночкин профиль, и кто рядом живет, она устраивает специальные, вот специальные парения для девушек, для женщин. И это и здоровительные, это и расслаблительные процедуры. То есть, смотрите за ее анонсами и записывайтесь к ним. То есть, попариться вот таким женским коллективом, устроить, например, девишник в виде парения. Это же так правильно. Это вот, это тема, которую я очень хотела, чтобы она продолжалась и чтобы она развивалась везде. У нас с Королёй тоже бы кто-нибудь. Вот я не умею так парить. У меня нет такого желания. Я хочу, чтобы меня парили. А это ведь особая категория людей, которые сами, вот сами хотят. И у нее это, знаете, мы когда на острове были, она только, так, кто следующий, кто следующий, дайте я вас попарю. У нее прям такая энергия, такое желание заниматься вот именно этим делом, потому что она нашла свое любимое дело. Всем пока. Это Таня Матаня на канале Позитивных Идеи. Мои хорошие, легкого вам пара, настоящего легкого пара. Попробуйте, попаритесь по-настоящему. В русских банях все можно найти и в ваших городах, и посмотреть по этому фестивалю участников, и, может, вы найдете там и у себя близко. Я, например, в активном поиске. Всем пока. Кайфушки. На это можно смотреть на самом деле бесконечно. Еще шуршание веника. У тебя так ручки не болят, как у девочек. У девочек суставы слабее. не рожают, а они от них это, мельчают. Там две ступеньки. Ныряй, опускайся. Ах!